Вот посмотрите, это ужас, просто ужас. Ямы страшные. Это видео, опубликованное в харьковских телеграм-каналах, демонстрирует состояние дорожного покрытия. Около десятка машин попали в ямы на трассе и остались без колес. Речь идет об автомобильной дороге государственного значения М03 Киев-Харьков-Довжанский. Ездить по ней опасно, говорят водители, как ночью, так и днем. Выбоины разного размера практически по всему дорожному полотну. Трасса М03 или дорога из Харькова в Киев в начале широкомасштабного вторжения России в Украину была одной из логистических и эвакуационных магистралей как для военных, так и гражданских. Первые две военные зимы полотно выдержало, но на третью посыпалось. Говорит начальник службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев. Этот участок дороги уже не подлежит ямочному ремонту. Мы как раз здесь можем наблюдать многолетнюю историю именно латания, как их называют в народе. Латание – мест ямочного ремонта. Здесь есть остатки ремонта позапрошлого года, прошлого года, трехлетней давности. Магистраль без капитального ремонта простояла 12 лет, тогда как межремонтный срок эксплуатации такой дороги составляет около 10 лет. Трассу Киев-Харьков-Довжанский необходимо экстренно реконструировать. Об этом знают не только в Харьковской области, но и в Кабинете министров Украины, где, несмотря на нехватку средств, смогли выделить резервы на ремонт. В таких местах мы будем проводить сплошной ремонт картами. Несмотря на отсутствие финансирования, хотя Кабмин уже принял постановление о выделении средств, но нужно время, где-то около месяца, чтобы они дошли непосредственно исполнителям работ. Несмотря ни на что, мы работали и в феврале-марте 2022 года, и мы продолжаем работать и сейчас. На ликвидацию всех ям на участке дороги протяженностью 40 километров от населенного пункта Валки до Харькова необходимо около 122 миллионов гривен, говорит Алексеев. С подрядчиками его служба договорилась. Сейчас они работают в долг, рассчитаются с ними позже. Бригада Дорожникова ремонтирует полотно в районе поселка Коротич. И людей, и техники достаточно, говорит бригадир. Задача поставлена уложиться в кратчайшие сроки. Техники много, фреза, звено с фрезой, асфальтоукладчик идет за нами, поэтому техника работает, много работает. В среднем тонн сто плюс-минус в день может. Если позволят погодные условия, то окончание дорожных работ на аварийных участках трассы М-03 будут завершены к 15 марта. Дальше в планах региональной службы восстановления – ямочный ремонт автомагистрали М-29, которая соединяет Харьков и Днепро, и также является важной частью гуманитарного и эвакуационного маршрута для населения. Наталья Белокудри, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.